Здравствуйте! Сегодня первое интервью в нашей новой студии «Россия-24» состоится с высоким гостем из Москвы. Это директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Викторович Тремасов. Итак, у нас первый вопрос. Начнем с того, что в последнее время мы наблюдаем рост ключевой ставки. Сейчас она 15%. Какие основные факторы повлияли на эти решения Банка России? И как это сказалось на экономике в целом? Задача Центрального банка в области денежно-кредитной политики – это обеспечение ценовой стабильности. Под ценовой стабильностью мы проводим политику таргетирования инфляции. В рамках этой политики установлен таргет, цель по инфляции. Она в России составляет 4%. И с помощью инструментов денежно-кредитной политики, ключевая ставка – это один из основных инструментов – мы обеспечиваем достижение ценовой стабильности в стране. Как это работает? Повышение ставки замедляет кредитную активность и заставляет людей больше сберегать. Простет норма сбережений. То есть чем ставка выше, тем мы меньше тратим, больше откладываем. И наоборот, низкая ставка стимулирует домохозяйство больше тратить денег. Поэтому, регулируя ставку, мы тем самым регулируем темпы роста кредитов, депозитов. И регулируем совокупный спрос в экономике. Наша задача, чтобы спрос в экономике рос, чтобы этот рост был сбалансирован, чтобы он соответствовал возможностям нашей экономики. Ведь когда спрос растет очень быстро, экономика не может же быстро произвести необходимый набор товаров и услуг. Вот при очень быстром росте спроса происходит ускорение инфляции. А инфляция – это то, что съедает наши доходы, делает, по большому счету, нас беднее. Поэтому мы, повышая ставку, мы ее в этом году начали повышать в июле. До июля ставка составляла 7,5%. Вот за последние месяцы мы фактически удвоили ставку, сейчас она составляет 12%. Это был ответ на ускорившийся рост цен. В последние месяцы мы действительно наблюдали значительное увеличение инфляции в стране. Поэтому, повышая ставку, мы пытаемся несколько охладить спрос, привести его в соответствие с возможностями экономики, и тем самым вернуть инфляцию к цели. Цель, напомню, 4%. 4%, да. А вот какая ключевая ставка влияет на курс рубля? Курс рубля, вот то, что в этом году произошло с валютным курсом, мы видели, что где-то в середине лета рубль начал заметно снижаться. Это тоже во многом эффект, связанный с перегретым спросом. Ведь что у нас происходило в прошлом году? Ну, кстати, то же самое происходило в 2020-м после ковида. Когда в экономике случаются какие-то проблемы, правительство и Центральный банк проводят так называемую контрциклическую политику. То есть спрос провалился, правительство увеличивает расходы, поддерживает этот спрос. Центральный банк снижает ставку, поддерживая кредитование и таким образом тоже поддерживая спрос. Вот когда в прошлом году произошел провал в экономике, весна прошлого года, эти инструменты, эти механизмы были задействованы на полную. И как результат мы получили, экономика очень быстро восстановилась. Вспомните прогнозы полуторагодовой давности. Наверное, никто не ожидал того, что произошло в экономике в следующие полтора года. Вот буквально на днях Росстат дал оценку ВВП за третий квартал. Рост на 5,5% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. При этом объем экономики, совокупный выпуск в экономике, он превысил до кризисные значения. То есть мы сейчас по объему выпуска находимся на историческом максимуме. Выше, чем были в конце 2021 года. И спрос действительно перегрет. И этот спрос, он, как вот прилив, поднимающий все лодки, точно так же спрос поднимает и спрос на товары отечественного производства, но и спрос на импортные товары. И когда российский бизнес не в состоянии удовлетворить вот этот спрос, быстро растущий, то получается, что он выплескивается на импортные товары. А рост импорта – это рост, соответственно, спроса на валюту и ослабление рубля. Но в этом году наложился еще один момент, связанный с тем, что ухудшилась внешняя конъюнктура, плюс санкционные ограничения. Поэтому экспорт, обеспечивающий поступление валюты в страну, экспорт за первые 9 месяцев снизился почти что на 30%. То есть, с одной стороны, мы имеем уменьшающееся количество поступающей валюты в страну, с другой стороны, имеем растущий спрос на эту валюту, в том числе со стороны импортеров. И как результат – ослабление курса рубля. Но ключевая ставка – это как раз тот инструмент, который способен развернуть тенденции в обратную сторону. Как я уже говорил, повышая ставку, мы охлаждаем спрос, в том числе и спрос на импорт. Вот по статистике за октябрь мы увидели уже первые признаки того, что импорт начал снижаться. Соответственно, это снижает давление и на валюту. И вот то укрепление рубля, которое мы видим в последнее время, оно отчасти связано именно с тем, что спрос начал потихоньку охлаждаться в ответ на повышение ключевой ставки. И, соответственно, импорт начал снижаться, торговый баланс увеличился. А как удается в такие непростые времена, частые стрессы, справляться с вот этим балансом? Для этого у нас есть серьезный модельный аппарат, который мы начали внедрять в практику уже более 10 лет назад. Мы перешли к таргетированию инфляции в конце 2014 года. И, в общем-то, те решения, которые мы принимаем в области денежно-кредитной политики, Совет директоров эти решения принимает, эти решения базируются в первую очередь на прогнозе. Для разработки прогноза мы используем вот тот модельный аппарат, который на самом деле принят в большинстве стран мира, но у нас наши модели, они учитывают еще и наши какие-то особенности, специфику нашей экономики. Как в сегодняшней ситуации лучше всего защитить забережения от обесценения? Ну вот сейчас, на самом деле, сложился уникальный момент, когда банки предлагают действительно весьма высокие ставки. за последний месяц ставки по депозитам, если мы рассматриваем депозиты до года, то это уже во многих банках и 13, и 14% годовых. На три года банки некоторые предлагают уже 15% годовых, то есть вы на три года фиксируете свою доходность по депозитам на уровне 15% каждый год. И вот в этих условиях, для того, чтобы принять решение размещения средств на депозиты, вам нужно понять, а что же будет с инфляцией. Если вы доверяете политике Центрального банка и уверены, так же, как мы уверены, в том, что Центральный банк вернет инфляцию к цели, мы планируем вернуть инфляцию к цели к концу следующего года. Вот прогноз инфляции на конец следующего года 4%. И вот в этом случае, если вы доверяете этой цели, то тогда, наверное, ставка 14% для вас просто очень привлекательная. Таких условий действительно в банках давно не было. Если же у вас, выражаясь языком экономиста, завышенные инфляционные ожидания, то в этом случае, наверное, да, вы воздержитесь от того, чтобы размещать средства в банках. Но еще раз повторюсь, мне кажется, что текущий уровень ставок по депозитам, ну, это весьма уникальная ситуация. Вот следующий вопрос как раз. В Корчаево-Черкесии инфляция в октябре составила 7%. Однако многим жителям нашей республики и меня, как простого обывателя, покупателя, кажется, что цены выросли намного больше. Скажите, пожалуйста, с чем это связано и как это объяснить? Тут есть и экономические аспекты, и психологические. Психологические, наверное, даже больше. Дело в том, что мы с вами, наш мозг фиксирует и возбуждается от резких изменений цен, особенно когда эти изменения вверх, а не вниз. Здесь на эмоциональном уровне мы возмущаемся, мы больше это запоминаем. И у нас это откладывается. А вот когда цены снижаются на какие-то товары, мы это воспринимаем, скорее всего, более спокойно. И вот резкие скачки цен на те или иные товары и услуги, они отражаются в более повышенном уровне и наблюдаемой инфляции, и влияют в том числе и на инфляционные ожидания. Но есть еще и момент чисто экономический. Вот приведу, наверное, на примере смартфона. Росстат сообщает, что цены на смартфон по итогам последних 12 месяцев практически не изменились, даже чуть-чуть снизились. При этом, если вы придете в соответствующий магазин и посмотрите средний уровень цен на смартфоны, вы увидите и ощутите, что ну как же, они дороже. Они дороже, чем были год назад. Техника вся подорожала. Но вы при этом не отдаете, скорее всего, отчет, себе отчет в том, что это другой продукт. За год вышли новые модели, более продвинутые, и неправильно сравнивать ту модель, которая лежала год назад, с той моделью, которая лежит на полке сейчас. Вот если это одинаковая модель, то за год она, скорее всего, немножко подешевела, как нам сообщает Росстат. А если мы смотрим средний уровень в целом, то да, мы переходим к выводу, что стало дороже. Но еще раз повторю, это связано с тем, что сменился продуктовый ряд за этот год. И вот этот момент, Росстат рассчитывает инфляцию именно по сопоставимым продуктам. То есть он будет смотреть именно ту модель, которая была год назад, и сравнить ее сейчас. Скажите, пожалуйста, какими по прогнозам Банка России будут ключевая ставка и инфляция в 2024 году? Банк России в рамках общего прогноза экономики публикует отдельной строкой прогноз по ключевой ставке. Он публикуется в терминах среднегодового значения ставки. Вот прогноз по среднегодовому значению ставки 12,5-14,5%. Мы говорим, что в условиях нынешнего, наверное, можно сказать, действительно перегрева внутреннего спроса, нам потребуется проведение жесткой денежно-кредитной политики на протяжении, как минимум, нескольких кварталов. Поэтому, да, ставка в следующем году будет оставаться высокой. Прогноз на 2025 год 7-9%, на 2026 год 6-7%. Мы говорим о том, что ставка будет снижаться. Но мы начнем ее снижать только в тот момент, когда убедимся, что инфляция снижается, этот процесс носит устойчивый характер, и инфляция начинает приближаться к цели. Спасибо. А насколько это возможно? Может ли помешать вот этому процессу что-нибудь? Так мы на самом деле все и делаем для того, чтобы это было не просто возможно, а было неизбежно. Политика Центрального банка направлена на то, чтобы инфляция всегда находилась вблизи цели. Понятно, что случаются шоки. За последние три года российская экономика пережила два беспрецедентных шока. Сначала это ковид, потом это прошлогодние события. И масштабы потрясений, но они действительно беспрецедентны. И в этих условиях инфляция два года, три года подряд отклонялась от цели. 21-й год у нас было 84%, 22-й год 11,9%. В этом году наш прогноз на конец года 7-7,5%. Мы ожидаем инфляцию увидеть в декабре в этом диапазоне. И постоянное отклонение инфляции от цели, оно чревато тем, что доверие, проводимое в денежно-кредитной политике, будет подорвано. И нам придется, по большому счету, начинать все сначала. Поэтому на следующий год, мы здесь никаких особых компромиссов не видим, инфляция должна вернуться к цели. Это хорошо. На этом наше интервью завершилось. Спасибо вам за то, что вы уделили нам время и удалось встретиться. Беседа получилась интересная и позитивная. Ну, надеюсь, что это так. Спасибо вам большое. И вам спасибо. До новых встреч. А нашим зрителям в заключении хочу пожелать, чтобы не было никаких финансовых проблем.